В один прекрасный день жители района пришли на остановку Волгодонская и не обнаружили здесь крытого павильона. Он бесследно исчез. И такая ситуация сейчас по всему Закамску. Историю о том, как остановочные комплексы увезли из Закамска и поставили на левом берегу Камы, вызвало массу обсуждений в соцсетях. Например, павильон Волгодонская оказался на Перми 2, а улица Победы у Цирка. Пермики, живущие у Пермской ярмарки, стали ждать транспорт под вывеской Воронежская. Эта улица вообще находится в микрорайоне Крым. Сейчас несоответствующие остановкам названия убрали. Но там, откуда привезли павильоны, альтернативных сооружений до сих пор не появилось. Сейчас по всему Закамску остановки убрали. Много очень. Остановочный комплекс убрано. Детям, да, думаю, старикам, да. Хотелось бы, чтобы сделали побыстрее. Небесная канцелярия последние дни преподносит сюрприз за сюрпризом. Для жителей Правобережья, ожидающих общественный транспорт под открытым небом, эти сюрпризы, естественно, малоприятны. От снега, ветра и дождя укрыться негде. Многие задаются вопросом, какой смысл перевозить полуразбитые павильоны из одного места в другое. В городском департаменте дороги транспорта на этот вопрос ответили следующие. В Пельме реализуется системный подход к обустройству остановочных пунктов. В соответствии с этим выбирается тип новых павильонов. Меняется дислокация существующих. Например, на трамвайных остановках, имеющих небольшую посадочную площадку, как правило, устанавливаются компактные павильоны. Для загруженных остановок выбираются более вместительные. Кроме того, тип павильонов увязывается с районом их установки. Я пользуюсь интернета, прослеживаю ситуацию. Видела, когда писали очень много по поводу того, что мы недостойны таких остановочных комплексов. Почему-то я не знаю. У нас, в принципе, более-менее прилично было, чем в городе. В городе бываю. Они более-менее интересованы все. В этом году изменили дислокацию семь остановочных павильонов. Сейчас их реконструируют. А в Закамске на месте прежних сооружений должны установить новые. В администрации Перми пообещали, что сделают это до конца этой недели. Евгения Караксина, Степан Випеляев, Телевизионная служба новостей.